Всем привет! Конечно, турки покорили весь мир своими красивыми, слезливыми сериалами. Во всем мире, это одни, кстати, сейчас стоповых сериалов во всем мире, они продают свои франшизы, многие другие страны, и также даже Бразилия их любит. Но вы, наверное, не догадываетесь о том, что некоторые турки сами любят не только свои естественные сериалы, их здесь смотрят, но также из иностранных турки любят сериалы индийские, мыльные комедии, трагедии, когда танцуют, поют, страдают. То есть это когда экстра-театр таких эмоций, они очень любят. Я не фанат турецких сериалов, могу так сказать, но те, которые я любила, несколько смотрела до конца, чтобы полностью, да, от начала до конца все серии посмотреть, я вам могу сказать, что мне лично сначала казалось, что это слишком наиграно, а затем я не могла понять, почему все постоянно плачут. Знаете, вот эти, как характеризуются турецких сериал, это характерный крупный план, наезд камерой, 5-10 минут, такие музыкальные вставки, эмоции, переглядки, наполняющиеся глаза слезами у мужчин и женщин, не важно, у кого чаще, даже у мужчин бывает. То есть недосказали, вербально недоговорили, очень много переглядок каких-то, вот эти все эмоциональные моменты. И мне на консультации попадаются девчонки, в принципе, в письмах пишут о том, что я была удивлена, что вот мой турецкий мужчина или там мой турецкий муж-парень, он плачет или там что-то произошло, он страдает. Давайте сегодня об этом поговорим, о эмоциях, о немножко другом воспитании и почему так эти турецкие сериалы так захлестнули мир. Почему они так захлестнули? Очень просто. Огромные моменты уделяются вот этим переглядкам, вставкам музыкальным, эмоциональным накалам, историям, да, таким прям на надрыве эмоции, любовь, то, как говорится, как в сериале, как в кино. Сюжеты очень, кстати, многие похожи в сериалах, да, суть-то всегда одна, это какое-то препятствие, преодоление, запретная любовь, какие-либо проблемы, когда в реальной жизни настолько это очень нутрируется, что порой в реальной жизни такого не бывает настолько экстра. Задача турецкого сериала выводить на эмоции то, чего вам в жизни не хватает эмоционально, фиксировать вас на этом сценарии, на этом сериале, чтобы вы возвращались за дозой эмоций снова. Дурак это получается так снимать, потому что там есть момент невербальный, да, когда люди не говорят, а показывают эмоциями, глазами, сдерживаются, вся эта история идет. Потому что у них очень, я вот так могу выразиться, воспитание турецком детей по-разному воспитывают. Есть родители, которые воспитывают строго, которые шлепнут по попе, есть кто вообще разрешает детям беспредельно все делать, есть те, которые разрешают беспредельно балуют, не наказывают, вообще никак не одергивают, не ругают людей, такие дети нехорошо себя ведут в обществе, но потом в какой-то момент там подросткового периода, когда у них ломается, настраивается свой характер, идет детская ломка, они заставляют детей подчиняться. Есть семьи, которые наоборот очень запрещают, обламывают, я бы сказала, своих детей эмоционально проявляться на публике, хотя это дети, они их сдерживают, они их определенную одежду одевают с детства, да, они очень сковывают эмоции, поведение и воспитывают послушание к родителям. Вроде как бы это уважение, но на самом деле в большей степени это страх, в любом случае это уважение в кавычках вот списывается страхом детей. И вот я хочу, почему это все рассказываю о особенности воспитания, потому что люди здесь разные есть, но есть один страшный аип, который вы знаете, это слово позор, то что эмоционально, внешне не надо себя как-то проявлять, говорить людям, например, в лицо гадости, это некрасиво здесь считается, потихуще за спиной обсудить это лучше, чем сказать в лицо, потому что в лицо это некрасиво, да, это позор. И многие считают турков двуличными, они двуличные, они так воспитываются с детства, у них просто некрасиво правду матку рубить в лицо, вот так скажем. Поэтому в сериалах, в сюжетах очень много недосказанности, невербального взглядов, слез, катищихся по лицу музыкальных каких-то вставок, вот этого всего душевного, когда не напрямую говорят открыто, а утаивают что-то. Вот это эмоциональная игра, поэтому вот эта линия в сериалах очень многих эмоционально захватывает. Сериалы в Турции смотрят как мужчины, так и женщины, всякие разные сериалы, есть сериалы, где-то там для мужчин прям мафию по лицу и все такие дела, но там всегда есть вот эти сюжетные любовные линии, и порой они настолько абсурдно возведены в куб, я бы сказала, что порой смотришь, и думаешь, господи, мужики даже это смотрят, нифига себе. У нас, я считаю, что в нашей стране, в постсоветском пространстве, огромная проблема, мы забываем о том, что и мальчики, и девочки эмоционально одинаково должны воспитываться, но у нас мальчикам запрещают плакать просто с пеленок. Ты, мужик, держись, держи слезы, мужики не плачут, будь сильным, сдерживай себе, что ты нюни распустил, ты же не девчонка и всякая прочая история. Но ребенка, как вы можете вообще обламывать мальчика, у него тоже вырабатываются эмоции, у него тоже есть гормоны, свои переживания. Но, к сожалению, мужчин вообще много в обществе, но в нашем постсоветском это очень прям вообще, мужики не плачут, у нас даже, да, есть фразы, мужики не ноют. Но это неправильно, у мужчин просто как у индивида, у личности, у единицы в природе, тоже вырабатываются эмоции, но мужчины их должны подавлять в себе, да, и, ну, куда-то они выходить должны, поэтому очень много у мужчин таких эмоционально зажатые, суровые, и эмоции их куда-то там не выходят. В Турции тоже есть те, которым говорят, ты мужик, ты не плачешь, ты не ноешь и все прочее, но в семьях, где детей эмоционально раскрепощенно воспитывают, им многое не запрещают, здесь мальчики бывают, плачут, нуят, истерят, и так же, как девочки падают на пол, что-то просят истерят в магазинах, вот такое тоже здесь бывает. То есть здесь не скажут, ты заткнись, ты пацан, держись, и все в таком роде, ой, тут будут одинаковые мальчика и девочка, вот в 6-7 в среднем возрасте, и будет одинаково за плохое поведение в обществе какие-то истерики ругать, но не будет фразы, вот к чему я веду, ты пацан, держись, не нои, вот этого понукания, что ты пацан, и ты не должен плакать, и здесь такое очень редко встречается, есть, конечно, но никто не делит на гендер, эмоции здесь детям можно выражать. Потом их, правда, да, начинают, скажем так, некоторые родители ломать, в подростковом периоде просят какого-то уважения, типа к себе по поводу страха, запугивания, типа уважения, на самом деле это обрубание тоже эмоций. Я считаю, это тоже неправильно, потому что ты изначально ребенку позволял выражать себя так, как ты хочешь эмоционально, и вообще в принципе делать, что ты хочешь, и резко меняет, да еще и в период, когда у него и половое созревание гормоны, это вообще еще дополнительная нагрузка, и у ребенка просто едет крыша, честно говоря. Это очень тяжело ему это переносить, вообще понимать. Я всю жизнь жил по одному, мне родители разрешали, теперь так делать, поступать мне нельзя. Ну вот, в общем, я считаю, что это не очень корректно, как-то логично вообще, это проблема родителей, а не детей, ни в коем случае. И вот прям мужики плачут или не там, не плачут. У меня были просто истории, я много их слышала от моих подписчиц, и от моих девчонок, которые на консультации по поводу Турции обращаются. Бывают такие фразы там, что у меня турок, я улетала, он ревел, плакал. Я была в шоке, он меня так этим поразил, они такие душевные, как чуть он там плакал, унылый. И вопрос, а мужики, турки, все плачут? Нет, не все плачут, есть, которые родители сдерживают, но да, я бы в общей массе сказала, что турки, на публике бы они не плакали, но в кругу семьи, рядом с мамой, с папой, или там на похоронах, когда эмоциональное, душевное переживание, турок заплачет, он может уйти, но поплакать. Не упадет там демонстративно на пол страдать, что я не про это говорю, какие-то индивидуальные, когда у человека переживания идут. Да, турецкий парень может заплакать, если ты там улетаешь, переживаешь разлука и все прочее. Он может это не показать, но слезу вытереть, то есть не будет рыдать на взрыв, но слеза потечет, и здесь ты не считается презренным, фу, ты не мужик, ты нюни распустил, ты плакса, ты баба вообще. Вот это вся история гендерная, которая мне очень не нравится. Я не скажу, что тут все такие же слезливые, плаксивые, как в сериалах, вы видите, но эмоции здесь себе больше позволяют, действительно. И я это просто заметила в последнее время, больше стала замечать, потому что я общаюсь с турецкими детьми, у меня ребенок с ними общается, и мальчиков я отмечаю, да, мальчики плачут. И я считаю, это правильно, нормально, выход таких эмоций, поэтому мужики-турки, скупая мужская слеза, это про них такое есть. Здесь, конечно, кто эмоционально расшатанный, очень сильно переживает, и вообще свои слез могут не стесняться переживать. Но еще хочу сказать, что в силу воспитания их, очень многие, в силу того, что они мужчины, они уходят в себя в переживаниях, да, они, наоборот, закрываются, замолкают, как что-то уходят в свою пещеру, попереживать, то есть и к таким вообще лучше не подходить, не тревожить, не расспрашивать, чем тебе помочь. Вы же, конечно, из лучших побуждений, да, как тебе, что тебе получше сделать. Просто в этот момент мужчину не трогайте. Посмотрите эмоционально пару-тройку дней, когда он отойдет, он сам, если захочет, скажет вам о своих переживаниях, что сподвигло его уйти в свою пещеру и переживать, да. Поэтому здесь две позиции, я считаю, что отношение к такому, если мужчина плачет, ну, отлично, он эмоционально, мы просто как женщины, которые в другом воспитывались, мужики не плачут, нам это удивительно. Здесь это неудивительно, и я вообще считаю, это нормально, это действительно. Мужчина такой же, как и ты, человек, и у него тоже есть свои эмоции. Вот это жесткое воспитание, мужики не плачут, ты не распустил, ты баба, это вообще неправильно. И второе поведение, да, то есть ты можешь порадоваться, что ты эмоционально, зрелый, здоровый человек тебе попался, мужчина. Радуйся, ну, поплакал, господи, успокоился. Мужчина, я вот этого не перестала быть, женщина не стала, ну, короче, да. И вторая ситуация, когда если вообще молчат и в себя уходят, здесь тоже такое есть, то просто мужчину не трогать. Пару дней там посмотришь по реакции, ты узнаешь своего мужчину, как он будет, сколько ему времени на отход нужен, да, просто вообще не трогай. И то, что ты его сейчас не трогаешь, для него более ценное, его уважает, его личную границу и дистанцию держит, но это не переживай сама за то, что ты типа, я окажусь безразличной, безучастной. Зачем мы требушим мужчину, когда он уходит в свою пещеру, переживает, да. Мы хотим показать, что ты не один, я с тобой, ты можешь ко мне обратиться. Если у вас там эмоции такие огромные, вы на начальной стадии отношений, еще друг к другу не притерлись, не понимаете, ты можешь один раз вербально это сказать. Я всегда здесь, вот она я, я тебе даю там переживать внутри себя. Если тебе нужна какая-то помощь, знай, я всегда рада помочь тебе, обращайся. Все, ну больше эту тему не поднимайте, к нему не лезьте. Он не глухой, он не идиот, он с первого раза вас поймет, он услышит. Если не хочет, прийти не говорит, что к вам нет доверия. Говорит о том, что человек просто научен с детства, и вы его эмоционально, ну, угнетали с какой-то точки зрения, да, эмоционально не давали так выражаться, как бы вы хотели, как вам привычно, и просто человеку привычнее самому перебороть в себе вот эти эмоции, пережить их свою какую-то проблему. Так что это нормально. Давайте право человеку жить, как он хочет. Не надо наседать его даже с благими намерениями, со своей помощью. Если есть вопросы по этому поводу, пишите в комментариях, под видео. Я оставляю всегда свою почту в инфобоксе для ваших писем. Обращайтесь. И если есть интересные истории, как вы общаетесь со своими турецкими возлюбленными мужчинами, эмоциями на эту тему, напишите, может быть лайфхаки дадите, как общаться, может другие девочки что-то интересное, ценное в этом найдут. Спасибо за внимание. Всем пока.